Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Четыре месяца врачи и медицинский персонал стоят на страже здоровья пациентов. Хабьевская центральная больница вошла в состав основных ковид-госпиталей республики. Обменялись опытом волонтерской работы в регионах и озвучили ряд новых социально значимых инициатив. Сегодня прошел онлайн-форум «Единая Россия». В МВД подвели итоги деятельности за 20-й год. Какие задачи обозначил руководитель ведомства перед личным составом? Инженерным войскам Росгвардии 320 лет. Что за служба и какие опасные задачи она выполняет? Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимреза провел совещание с министром промышленности и торговлей Муратом Аргуновым и мэром Черкеска Алексеем Баскаевым. В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего развития транспортного комплекса республиканской столицы. Одно из направлений – развитие инфраструктуры газозаправочных станций и многотопливных автозаправочных станций на территории республики, в частности, в пределах Черкеска. Глава Карачаева-Черкесии подчеркнул перспективность данного направления, потому что, во-первых, снижается негативное воздействие на окружающую среду, во-вторых, обеспечивается доступность альтернативного топлива для граждан и туристов, которые пользуются именно этим видом топлива. В Карачаево-Черкесии в рамках соглашения с компанией «Газпром» газомоторное топливо запланировано строительство четырех таких комплексов с целью перехода пассажирского транспорта, коммунальной и спецтехники на природный газ. Еще одна тема, рассмотренная на встрече, обновление подвижного состава городского транспорта совместно с Минпромторгом республики, мэрия Черкеска подаст заявку на участие в конкурсной программе в текущем году, чтобы в следующем обновить городской пассажирский транспорт на 10 троллейбусов автономного хода «Адмирал». Сейчас в Черкесске на линии выходят 38 муниципальных автобусов и 28 троллейбусов. Их последнее обновление проводилось в 2010 году. Сегодня полпред Юрий Чайко провел совещание по вопросам проведения добровольной вакцинации населения против коронавирусной инфекции. В работе совещания принял участие глава республики Рашид Тимрезов. Юрий Чайко отметил, что представители федерального центра на постоянной основе осуществляют мониторинг ситуации в регионах и помогают скорректировать деятельность в целях стабилизации ситуации с заболеваемостью «красная зона», «скафандры» и «шлюзы». Картина из фантастических фильмов, ставшая обыденностью. С осени прошлого года Хабиевская центральная больница вошла в состав основных ковид-госпиталей республики, в которых ежесекундно спасают человеческие жизни. Четыре месяца врачи и медицинский персонал стоят на страже здоровья пациентов, отражая яростную атаку коронавируса. Фатима Даурова о работе госпиталя и нелегких буднях медиков. Контроль и тотальная дезинфекция. В красную зону, где лежат коронавирусные больные, врачи Хабиевской районной больницы, перепрофилированные в ковид-госпиталь, ходят только в спецкостюмах. Через несколько часов в нем пот начинает заливать глаза. Становится тяжело дышать от жары и от влаги. Ходить в туалет и пить нельзя. Но врачи и медицинский персонал терпят и продолжают работу. Каждая смена – вызов их опыту, профессионализму и человечности. С момента начала работы госпиталя, в принципе, мы не испытывали кадрового дефицита. В связи с тем, что в основном на работу в госпитале были приглашены и основную нагрузку на себя взяли работники Хабиевской ЦРБ. То есть у нас произошло перепрофилирование всех отделений, соматических отделений, хирургического, терапевтического, гинекологического и так далее. И все те врачи, медсеосцы, санитарки, которые работали в данных отделениях, перешли в инфекционный госпиталь в соответствии с требованиями 198 Н-приказа после того, как они прошли обучение на портале непрерывного медицинского образования. За четыре месяца работы госпиталя и стационара с заключением здоров выписано 878 больных. На сегодняшний день на лечение остается 124 пациента. Госпиталь обеспечен всем необходимым для оказания помощи больным – медицинским оборудованием, медикаментами, СИЗами для персонала. Количество больных, оно сейчас, вот на сегодняшний день, идет немного на убыль. Мы в сутки принимаем от 5 до 8 больных. В середине декабря были эпизоды, когда мы принимали очень много больных. Даже были сутки, когда мы приняли за сутки 27 больных. Вообще требованиями нормативных документов Минздрава Российской Федерации должен быть определенный запас коечного фонда по субъекту. На сегодняшний день по Карачао-Черкесии запас свободных коек составляет более 25%, что соответствует требованиям приказа Минздрава Российской Федерации. У каждого пациента своя история болезней, требующая предельной концентрации врачебных навыков. Ситуация может измениться внезапно в течение достаточно короткого периода времени. В ковидный госпиталь поступают пациенты с различными патологиями, поэтому их лечением занимаются и профильные специалисты. Когда больной поступает с большим количеством сопутствующих заболеваний, идти именно по методическим рекомендациям Министерства здравоохранения или по стандартам лечения очень тяжело. Иногда больные и тяжелеют, и состояние ухудшается, однако мы стараемся, чтобы все-таки больные, которые находятся именно на стационарном лечении, получали все необходимое. Санитары отвечают за уборку помещений, раздачу еды и за передачу личных вещей и продуктов питания пациентам. Пакеты родственникам передают от души. На этот счет у главного врача тоже есть свое мнение. То, что касается питания больных, с этим тоже с момента открытия госпиталя у нас никаких проблем практически нет. И вот хотел бы тоже воспользоваться случаем, попросить все-таки родственников такое количество еды и там различного рода напитков не нести в госпиталь. Потому что все, что необходимо для питания больного. Чаще всего родственники это объясняют тем, что они родственники ослабленные. Им хочется все, что необходимо у нас есть. В условиях красной зоны каждый человек, работник он или пациент уже считается героем. Задача же у населения проста. Проявить геройство, соблюдая санитарные нормы и при первых признаках болезни звонить своему участковому терапевту. Фатима Дорова, Рашид Тока, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабес. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 74 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 17 225 человек. Из них 15 548 выздоровели, 740 человек госпитализированы. Сегодня руководитель Карачаево-Черкесского регионального отделения партии «Единая Россия» приняли участие во втором общероссийском социальном онлайн-форуме «Единая Россия», посвященном деятельности волонтерских центров. На форуме обменялись опытом волонтерской работы в районах и озвучили ряд новых социально значимых инициатив. Подробности у Мурата Джинкезова. На форуме подвели промежуточные итоги работы партийных волонтерских центров за минувший год и обсудили планы на будущее. «Единая Россия» – единственная партия, которая во время пандемии занималась активной работой по поддержке населения. Ситуация действительно постепенно улучшается. Принимаемые меры, они дают свой результат. Но очевидно, что расслабляться еще рано. И поэтому сегодня мы продолжаем управлять все наши силы, все наши возможности, все наши ресурсы на помощь людям. «Волонтерское движение уже показало свою эффективность, результативность. И то, что сегодня волонтеры помогают и врачам, и людям, которые обращаются, которым необходима помощь. Это сегодня уже факт, который невозможно отрицать. Сегодня заявок очень много на волонтерскую деятельность. Желающих тоже достаточно». Волонтеры «Единой России» провели серьезную работу, в которую были вовлечены сотни тысяч человек. Они перевозили врачей, обеспечивали их горячим питанием, доставляли людям лекарства, обеспечили информационную поддержку. «Наши единородцы сегодня хотят дойти до каждого ребенка, которому не хватает родительского тепла, подарить какие-то приятные минуты в Новый год, в эти праздники. Но это и во всей стране так сегодня. Поэтому партия откликается на просьбы, на нужды. Стараемся помогать». На форуме озвучили новые инициативы по поддержке незащищенных слоев населения. Среди них – обеспечить жителей Севастополя единовременными выплатами к 70-летию Победы, лицензировать частные дома престарелых, выдавать пожилым и людям из группы «Риска», мобильные устройства и другие. Как отметил секретарь Карачаева-Черкесского отделения «Единой России» Александр Иванов, члены партии и дружной командой встали на борьбу с коронавирусом. В первую очередь был оперативно открыт волонтерский центр. Особенно важно то, что волонтерская работа была организована не по приказу или указке. Это был самый настоящий порыв благородства и желание помочь людям. Причем партийцев всех уровней – от молодогвардейцев до депутатов Народного собрания. Однако, как отметил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, расслабляться рано и работа будет не только продолжена, но и усилена. Мурат Ченкиозов, Олибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 2, плюс 3. Местами до 7 градусов мороза. Днем плюс 1, плюс 6. Местами до плюс 12. Ночью на дорогах гололедицам. В Черкесске без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 1, плюс 1. Днем 9-11 градусов тепла. Фейерверк новогодних скидок продолжается. До 40% на все. Куртка в подарок. Ветские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Город Черкесск. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. Министр внутренних дел Александр Милиниченко провел заседание коллегии МВД по Карачаево-Черкесии. По итогам деятельности ведомства за 2020 год. На заседании обсудили итоги оперативно-служебной деятельности за прошлый год. С основным докладом выступил начальник штаба Михаил Дневалов. Отдельно рассмотрели принимаемые меры по предупреждению и раскрытию преступлений. В частности, краж чужого имущества, в том числе совершенных с незаконным проникновением в жилище. Александр Милиниченко особо отметил необходимость активизировать работу по незаконному обороту оружия, экологическим преступлениям, надзору за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, обеспечению безопасности дорожного движения, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. По итогам совещания Александр Милиниченко поставил перед начальниками подразделений, министерства и районных отделов. Ряд задач обозначил сроки и требования к качеству исполнения. Исполнилось 320 лет со дня образования инженерных войск России. Одно из значимых подразделений в управлении Росгвардии по Карачао-Черкесии – это инженерная служба, которая выполняет одну из сложных и опасных задач. О работе данного подразделения подробно расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Впервые инженерные войска России были созданы в 1701 году указом императора Петра I. Сейчас это специальные войска, предназначенные для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения общевойсковых операций с использованием средств инженерного вооружения. Инженерная служба управления Росгвардии по Карачао-Черкесии профессионально выполняет все задачи, поставленные руководством. Начальник данного подразделения капитан Владислав Шестаков подчеркнул, что в их работе главное быть внимательным, терпеливым и всегда совершенствовать свои профессиональные навыки. Сами инженерные войска – это специальные войска, предназначенные для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения, требующих специальное вооружение. В обычные дни сотрудники инженерной службы следят за системой, охраны проверяют оснащенность необходимыми средствами безопасности. Также начальник подразделения отметил, что везде, где есть подозрение на нахождение взрывного устройства, появляются бойцы инженерно-технического подразделения для обезвреживания или уничтожения найденного предмета. Саперы занимаются подготовкой к выполнению задач. То есть они обучаются на инженерных боеприпасах, на учебных, естественно, чтобы выезжать куда-то и выполнять задачи. Также кинологическая служба оказывает содействие при поиске инженерных боеприпасов и при ведении инженерной разведки. Наша служба и опасна, и трудна в прямом смысле этого слова, уверяет начальник инженерной службы Владислав Шестаков. В свою очередь он поздравил с предстоящим днем инженерных войск, которые они отметят 24 января, и пожелал всем товарищам по службе крепкого здоровья и высокого профессионализма. Я бы хотел пожелать своим сослуживцам и те, кто учился или находится в инженерных войсках, в инженерных подразделениях, это терпение, потому что работы у нас очень много. Несмотря на период пандемии, служба наша не прекращается, и каждый день мы всегда в боевой готовности, находясь на страже Отечества. Аля Халипшоков, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский».